Ну что ж, всем привет, ребят! С вами Джинс, и сегодня мы поиграем в замечательную игру, которая называется Choice Chamber. Это игра, инди-игрушка, в которой мы будем бегать и убивать монстров, но самое удивительное и необычное в этой игре это то, что... То, как мы это будем делать, решается именно вы, зрители. Сейчас идёт трансляция на Twitch TV, в которой в чате ребята пишут, что будет происходить. Вот, например, некоторые писали «Hi», «Hello», видите, это сейчас выводится на экран. То есть это здорово, это круто, и, в общем-то, сколько комнат мы пройдём, будет зависеть от вас, если вы пойдёте на следующую трансляцию или если же вы сейчас на трансляции. А, в общем-то, мой рекорд пока что 19 комнат, но фокус в том, что я могу пройти больше комнат, если вы мне дадите хорошие бонусы, то есть там выбирается рандомно капитан комнаты, который может дать мне либо сердце там, либо бомбу, либо больше противников. Короче, что томить, давайте играть. В общем-то, я думаю, будет круто. Поехали, видите, сейчас, пока я могу попинать мячик, вы мне выбирайте, с каким я оружием буду играть. То есть у меня есть меч, у меня есть лук и хаммер. Видите, сейчас вы будете решать, с каким именно оружием я буду бегать. То есть просто пишите об этом в чатике, и всё работает. И, и, уже 6 голосов, 8, 10. В общем-то, ещё из-за небольшого дилея оно сразу не доходит, но, тем не менее, в принципе, понятно, что всё прекрасно работает. Я вообще надеюсь на лук, наверное, всё-таки. Ну, посмотрим, что будет. Что именно вы меня выберете. Так, погнали. Лук, отлично. Так, теперь самое интересное, что после лука обычно выбирается прыжок. Так. Будем надеяться, что на запись я пройду хотя бы больше, чем 10 комнат. Я не знаю, получится ли 19, но посмотрим. Так, теперь вы выбираете, с каким прыжком я буду. Здесь есть хайгер, то есть большой прыжок. Один, но большой дабл, это двойной прыжок. И самая противная штука, это пого. Пого, это постоянные прыжки, то есть я не могу их контролировать, мой персонаж будет постоянно прыгать. Это крайне неудобно, но... Короче, будем надеяться, что вы выберете дабл или хайгер, потому что с пого, мне кажется, я много не пройду. Так, окей, 3 комнаты готово. Но я уже вижу, как все пишут пого, поэтому... Скорее всего, придется стараться потеть и как-то проходить с пого. Это вообще невероятная штука, на самом деле, потому что вот эти вот бесконечные прыжки, с ними очень сложно справляться. Так, и здесь пого. Ну, конечно, конечно, 57% выбрали пого. Кто бы сомневался, ребят? Кто бы сомневался? Здесь еще есть таймер. Проходим и уже две минуты. Знаете, это очень удобно для Ютуба, потому что показывает, сколько мы там транслируем, все дела. Так. Аккуратней. Как же неудобно с этим пого. Ну ладно, пофигу. Так, дальше выбирается апгрейд, сила, скорость или криты. Я не знаю, что вы выбрали. И вот самое интересное, что сейчас выбирается капитан комнаты. Капитан комнаты, он пишет просто пикми. И, короче, там уже капитан комнаты будет сам решать, что со мной делать. Так, еще какие враги, тиние или хуски. Ну, тут уж вы сами, короче говоря, решаете. Но это пого, это жесть, конечно. Окей. Здесь у нас быстрая атака. Хорошо. И хаски-енемис. Окей. Пока что все идет хорошо. Шесть комнат мы уже прошли. Не знаю, будем надеяться хотя бы на десять комнат или что-то около того. Так, спокуха. Пока мало противников. В принципе, можно контрить этот пого. Если просто зажать клавишу прыжка, то будет как бы, что он постоянно прыгает. И, учитывая то, что он должен постоянно прыгать, он будет стоять. Типа вот так вот. Но это немножко неудобно. Ну ладно, в принципе, я думаю, можно приловчиться. Так. Окей. А ну-ка. И капитан у нас Дима Дав 89. И теперь он будет выбирать, что со мной делать. То есть давать мне сердца, давать мне золото, давать мне противников, давать мне бомбы. Ничего мне не давать, либо рандом. Будем надеяться, что он будет давать мне, я не знаю, сердца. Или золото. Хотя, зная то, что вы выбрали пого, он, скорее всего, будет давать мне либо противников, либо бомбы. Так, пошли вон. Пока что, вроде как, все просто, но дальше будет сложнее. Там всякие интересные штучки появляются. Всякие испытания и все около того. С погой это очень сложно проходить. Вот, он уже дает мне первый какой-то бонус. Будем надеяться, что это не бомба. Это бомба. Это бомба. И, я так понял, капитан комнаты у нас тот еще тролль, короче говоря. Решил подогнать бомбу мне. Окей, окей. Так, что у нас здесь? Быстрая атака. Окей. А что в этот раз? Противников. Все, я понял. Парень, парень, парень очень хороший, Дима. Дима, Дима любит джинсы, Дима бросает джинсы противников и бомбы. Супер просто. Так, спокойней. Жаль, что я не попадаю вот так вот сдалека по ним, видите? Как он залез-то вообще? Так, спокуха. Блин, к ним как-то сглазить не хочется, понимаете? Но приходится, короче говоря. А, все, они не умудряются до меня достать. Да что ж ты будешь делать с этими-то противниками? Так, вроде прошли. Пока все более чем хорошо. Выбирали-то, по-моему, большие или маленькие комнаты. Большие, да, все-таки комнаты будут. Окей. И видите, что Дима 89, который будет еще 8 комнат. То есть потом будет кто-то другой. Я надеюсь, что он будет более снисходителен ко мне. Так, теперь выбирается, собственно, какая магия будет. Это огонь, лед, молния, либо ничего. Будем надеяться на лед, это клевая штука. Хотя бы не ничего, пожалуйста. Но это же вообще, ребята, вы хотите ультра-хардкор мне сделать, что ли? Так. Давай. Спога вообще этих летающих дятлов сложно убивать, потому что так-то ты контролируешь прыжок, когда ты его не контролируешь, постоянно прыгаешь, то это сложновато. О, боже. Ну, они только сверху атакуют вроде, поэтому все должно быть в порядке. Отлично. Так, ну, посмотрим, что у меня там за волшебство выбрали. Будем надеяться на что-то хорошее. Вот почему они не могут запрыгивать, я не понимаю. А, ну, вот так вот я точно по нему буду попадать. Слушайте, пока все идет хорошо. Уже, по-моему, мы 10 комнат почти прошли. И это здорово. Так, айсмод. Ну, айсмод-то здорово. Айсмод-то клевая штука. Так, короче, здесь есть такая фиговина. Типа можно сломать то, что тебе нужно. Я это уже просек. Вот так вот, типа. И не обязательно деньги за это платить. Так, и что же мне дал Дима 89? Монетку, нифига себе, прям добряк. Так. Короче, это испытание. Вот видите, вы мне выбираете, сколько мне дать сердец. Одно сердце мне достаточно будет, потому что больше мне, в принципе, и не нужно. Хотя фиг его знает, сколько там... Вот, если сюда выпадет бомба, то все, то это конец. А, нет, монетка, слушайте. Щадит меня Дмитрий. Короче говоря, скоро эти штуки начнут пропадать. На секундочку, так. И нужно дальше пройти. На самом деле, это довольно тяжело. И надо ждать, пока они пропадут. Вот, типа, вот так вот. Сейчас, если нижняя пропадет. Видите, на верхнюю я не могу запрыгнуть. Двойного прыжка у меня нет. Вот так вот нормально. Все. Так, до середины мы добрались. Тихо. Все, прошли. Отлично, слушайте. Так, два сердца. Ну, ребят, ну, спасибо. Спасибо. Два сердца, это же прям доброта с вашей стороны. Вот, вот он, собственно, лед. Ну, лед прикольная штука. А там, по идее, можно будет еще раз потом выбирать прыжок. То есть, я надеюсь, что вы мне, кроме Бога, что-нибудь другое дадите. Сила, скорость или криты. Аккуратненько. Это Бога, это просто невыносимо. Но она, когда они подпрыгивают немного, то, в принципе, с ними можно справиться. Я уже даже начинаю немножко привыкать к этому Богу, на самом деле. Так, еще пять комнат будет Дима. Хотя, в последнее время он начал мне уже монетки давать, поэтому... Криты еще проходят. Слушайте, ну, пока мы всех развозим, без проблем. У нас четыре сердца, все идет более чем хорошо. Я, возможно, даже свой рекорд побью. Хотя там дальше сложнее. Комната намного со всякими лавами и со всякими другими прихолюхами. Но 11 комнат мы уже осилили. Я испугался, знаете, что я уже не допрыгнул с этим Бога. Так, Айс Флорес. Вот сейчас будет комната, короче, со льдом. Опять Фастер Атсак и Тинейный. Окей, вот комната со льдом сейчас будет, и она, на самом деле, на ней немножко неудобно сражаться, если быть честными. Потому что этот лед, на нем сложно стоять, короче. Зараза. А, как же неудобно. Эти ребята еще и пухленькие, они вперед не могут проваливаться. А, нет, смотрите, провалился. А, на льду-то как неудобно. Вот тут я, короче, слился, походу. Жесть какая-то. Ну ладно, у меня еще вроде есть две жизни. Хорошо. Из-за льда, конечно, проблемы. Я же туда и наверх, и запрыгнуть-то не могу, на самом деле. Фух, хорошо. Надо просто на самый край встать, по идее, чтобы запрыгнуть. Есть. Фух. Две жизни осталось. Тихо, тихо, тихо. Оно хочет, чтобы я наперед пропрыгал почему-то. Так, есть. Справились, справились. Я вижу, там в чате ребята пишут, Дима бомба. Ну просто поддержка как следует. Так. Окей. Комната, которая будет подниматься вверх, да? Ну хорошо. А лед будет три комнаты, да, по-моему? Три комнаты будет лед. Ну, я не знаю, справимся ли мы. Главное, чтобы там не было всяких пропастей. Ого, слушайте. Дима бомба. Понятно. Кстати, бомба еще противников убивает, так что ей можно, в принципе, нормально пользоваться. Противник в противнике был, что ли, или что это? Так, давайте маленькие комнаты, ребята. Хотя нет, большие даже, мне кажется, лучше, чем маленькие. Потому что там больше места для манса, учитывая то, что у меня лук. Ай-яй-яй, аккуратненько. Так, тринадцать комнат, слушайте. Прямо все как следует. И что же у нас здесь? Маленькие комнаты, да, все-таки? Ну хорошо. Лед еще будет здесь или нет? Ай-яй-яй-яй. А, аккуратно. Как же это опасно, я просто ощущаю эту опасность. Ну ладно, в принципе, со льдом с ними можно справляться. Просто вот так вот. Отлично, слушайте, отлично. Просто имбаланс какой-то с этим льдом. Тихо. Отлично. Тихо, тихо. Как же тяжело. Вот с двойным прыжком... О, выбирается еще раз прыжок, слушайте. Но я чувствую, что у меня обратно будет пога, если честно. Хотя, кто знает, может вы... Просто... Сжалитесь надо мной и выберите что-то другое. Так, отстань, 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 отстань. Тихо. 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 Спокойно, джинс. Я не знаю, как только что я не умер. Это было жестко, конечно. Так, хорошо. Летающий, конечно, наверное, все-таки самое противное. Так, аккуратно. Надо на самый край встать. И вот так вот. Тихо. 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 Ух, еще большой, как не вовремя. Тихо. 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 Это вообще жесть какая-то. Фух. А я могу так по нему достать. Это просто, вообще просто... Сплошной скилл. Дабл джамп, ребят. Ну вы просто... Вы просто, я не знаю. Расшедрились до ужаса. Я уже привык к погу немного, на самом деле. А вот и лава какая-то началась. Закончились... Ай-яй-яй. Как же их много-то. Ёлки-палки. И... Комната маленькая. Ужасно, конечно. Ну давай, давай, давай. Последняя жизнь осталась. Сложновато, конечно. Что-то балда летающая. Как я вот только что не попал? Ну ладно, пофигу, в принципе. Убили и то хорошо. Я сейчас особо рисковать не собираюсь, поэтому буду вот так вот делать. Жизнь у него... Это создание дофигища, если честно. Так. Вот эти штуки меня-то не достанут, я надеюсь. Как он там-то с поднизу вообще появился? Ай-яй-яй. Какие же опасные эти штуки. А-ха-ха-ха-ха. Ну ладно, 16 комнат. В принципе, я доволен. Вот вы видите график. Сейчас вы можете писать ГГТ, РИП, Найс, Рект. И это все будет высвечиваться. Те, кто в часике. Собственно, вот она первая часть по Choice Chamber. Если она вам понравилась, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Пока и удачи вам, ребят. Всего хорошего. Встретимся в следующем эпизоде, если вам понравится это прохождение. И будем бить просто рекорды. Пока.